На остальное из 50-го псалма и о покаянии, 648. Хочу предложить остатки вчерашней трапезы, но, возлюбленные, слыша об остатках и о трапезе, не предполагая ничего чувственного, мы не разрезаем, конечно, мясо, но преподаем духовные мысли, не разливаем вина, но вашей душе предлагаем слово. Если портится, а чувственной трапезы остается мясо, на один или два дня, оно портится и бросается, а на трапезе ума, если что останется, даже на целый год, оно продолжает свести и благоухать, осталось мясо и от времени испортилось, остались мысли, и они сохраняют свое благоухание, поел кто мясо и подвергся тлению, вкусил кто мысли и управлен к нетлению, поел кто мясо и отрыгнул великое зловоние, вкусил кто мысли и духовного благоухания и отрыгнул великую добродетель и порадовал ближнего. Такой именно пищи питался пророк, и потому он говорил, отрыгну сердце мое и слово благое. Псалом 34, 2 Опять восстают волны, но пусть будет тверд ум. Приходят в движение тела, но пусть не отвлекается слух. Смотрите же и со всем тщанием, внимайте моим словам. Вы видели вчера царя и пророка, ведущим войну, падающим, восстающим, побеждающим, увенчиваемым, получающим. Вы видели грех нападающий и порождаемый покаянием. Грех, как медведь, пришел и одолел царя, но пришло покаяние и помогло ему подняться. Вот где лекарство от ран, вот где надежда спасения. Вы видели, как приходил пророк и обличал пророка. Видели, как царь терпеливо сносил обличение, принимал рану, освобождался от греха. Видели, как сияло человеколюбие владыки, оживляющее даже мертвых. Видели, как говорил он, согрешил я пред Господом. И что сказал пророк? И Господь снял согрешение твое. Кратко было исповедание, еще короче излечение исправления. Согрешил он делом, а покаялся на словах. По мановению Божия исчезла язва, изгладилась рана, восстановилось здоровье. Однако пророк не удовлетворился этим, но после исправления, после исцеления раны, написал псалом с той целью, чтобы для потомства его страсть послужила на пользу, чтобы испытанное им крушение указало путь в пристань. А из его страдания и исправления научились прибегать к тому же способу лечения и исправления, и другие испытывающие то же самое. Итак, каков этот псалом и каково его написание? Будем слушать со вниманием. В конец псалом Давиду. Написание псалма ясно указывает нам его значение. А самые речи псалма достаточны для изучения глубины заключающихся в нем мыслей. Нужно при этом знать, что псалом содержит и предсказания о будущем, почему и написан в конец, что означает, что пророчество будет иметь конец исполнения. И пусть никто не сомневается, был ли во время покаяния удостаиваем великой Давид благодать и пророчество. Об этом можно судить и по другим псалмам, в которых он выражал свое покаяние. А в тех псалмах, как, конечно, и в рассматриваемом псалме, он ясно указал нам, что он не был лишен благодати духа. Так здесь он говорит, духа твоего благого нет ими от меня. Ведь он не просит одарования ему духа, но умаляет только о том, чтобы он не был от него отнят. Просвещаемый же духом и провиде, что и управляемый им народ впадет в беззаконие, будет терпеть за них различные наказания, будет порабощен и сделается пересельником в Вавилоне, Давид написал этот псалом врачу и собственные раны, и своему народу приготовляет соответственное врачество. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти, беззаконие Мое, и Божественному Давиду, и плененному народу, и из нас, находящимся в дурном положении, вполне подходят приведенные слова. Великие раны требуют и соразмерных лекарств, почему и великий Давид просит, чтобы на него была излита полнота милости, чтобы источник щедрот изгладил следы греха. Соответственно, этому и грех называют беззаконием, потому что он заключал в себе двойное преступление закона. Очисти беззаконие Мое! Ты слышал, что говорил пророк? И Господь отнял согрешение Твое. Чего же еще Ты ищешь? Я не перестаю благодарить, не перестаю словословить. Изглажено Мое согрешение, а я хочу, чтобы уничтожен был и след Его. Уврачевана Моя рана, а я хочу возвратить и Свою красоту. Итак, преподает Давид к Богу и говорит, помилуй меня, Боже! Не говорит о подвигах своей жизни, но о человеколюбии Владыки, прибегая к милости, общему убежищу всех согрешивших. Помилуй меня, Боже! Милость Твоя неизреченно превосходит всякое слово. Не может быть изъяснена. Утешение для грешника, она и для праведника великое утверждение. Не грешники только спасаются милостью, но и праведники ограждаются милостью. А чтобы узнать тебе, что праведники укрепляются милостью, слушай, что сказано Петру, этому столпу церкви, основанию веры, именно потому, названному Петром, что вера была твердой, как камень. Симон, Симон, много раз хотел сатана сеять тебя, как пшеницу, но я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Видишь, что и праведники нуждаются в милости, как для того, чтобы из грешников сделаться праведными, так и для того, чтобы, будучи праведниками, сохранить праведность. Ведь и апостол сделался таковым, по милости Божией, благодарю укрепляющего меня Христа Иисуса, который признал меня верным, призвал на служение, бывшего некогда хулителем, и гонителем, и досадителем. Как же он в таком случае спасся? Но всего ради и помилован. Видишь, что и он спасается милостью. Он гнал и преследовал церковь, расхищал виноградник, был волком, читал пророков и попирал пророчества. Знал пророков, как ревнителей отеческого закона, но не знал того, о ком они пророчествовали. А как он был помилован? Савл, Савл, что ты гонишь меня? О, человеколюбие владыки! О, снисхождение! Бог говорит человеку, что ты гонишь меня. Он подражает своему отцу. Тот говорит народу еврейскому, люди мои, что сделаю вам? Отвечайте мне, Михея 6.3. Так и сын его, говорит Савл, 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 что ты гонишь меня? Что же, Савл, кто ты, Господи? Тотчас признал его владыкой, таково его благоразумие. Кто ты, Господи? Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. О, мудрость владыки! Почему не сказал я Сын Божий? Я изначальное слово. Я сидящий одесную Бога Отца. Я сущий во образе Божьем. Я простерший небо. Я творец мира. Я указавший пределы морю. Я создатель ангелов. Я везде сущий и все наполняющий. Я предвечно рожденный от Отца. Почему не употребил он подобного достойного, возвышенного и великого наименования, но назвал себя по имени земного города? Я Иисус Назарей. Потому что не знал его гонитель под теми именами. Если бы знал, то, конечно, он не гнал бы. Не знал, что он рожден от Отца, что он был от Назарета. Я знал, следовательно, если бы сказал ему Христос, что он Сын Божий. Изначальное слово «Творец неба» мог тогда Сау сказать, что это не тот, которого я преследую, а другой. Поняли вы, что я сказал? Если бы назвал ему те великие возвышенные имена, тогда Сау мог бы сказать, что это другой, а не тот распятый. Но чтобы знал Сау, что преследует того распятого, принявшего образ раба, обращавшегося между нами, распятого, умершего, погребенного, воскресшего, сошедшего в ад. Господь и говорит ему «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь, которого ты видел и знаешь, как жившего при тебе». Тогда тотчас исповедал Саул его владычество. Владыка настолько снизошел, насколько мог возвыситься раб, поэтому последний и получил помилование. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Их она неянко прибегает к этому пристанищу. «Помилуй меня, дочь моя, беснуется». Где милость, там нет расследования. Где милость, там не бывает суда. Где милость, там не налагается наказаний. Где милость, там для спасения не требуется доказательств. Где милость, там не нужно оправдываться. Я хочу только быть помилованной. «Почему ты требуешь от меня ответа? Я просто прошу о милости, о спасении». «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Ты сказал «великой», скажи, «на сколько?» «Не знаю, что велика знаю, измерить же не могу, обнять несостояние». «Не знаю количества милости, не постигает его моя мысль, не может выразить язык, но вижу обильный плод милости». Конечно, если бы она не была весьма велика, немногие бы спаслись. Эту милость показал и его сын. Придя на землю, он всех спас по своей милости. «Помилуй меня, Боже, пристанище, не обуреваемая волнами исполненной тишины. Велика буря моих грехов, но ненарушима ничем безопасность под кровом человеколюбия моего владыки. Он сделался человеком, вот дело милости. Вошел в девственную утробу, вот дело человеколюбия. Он стал тем, чем был ты, чтобы ты стал тем, чем ты не был, вот дело милости. И тотчас по прошествии своем кого призвал? Волхвов. После них кого? Мытаря, потом блудница, за ней разбойника. После него кого? Хулителя. 651. О, неслыханные и удивительные дела! Данники греха – начатки призвания. Почему вселенная бедствовала? Потому что одни были погружены в нечестие, другие были удерживаны грехом, веудействе и отчаянии. Поэтому Господь, явившись на земле, сначала призвал как бы первенцев, изнаходившихся в грехах, чтобы потом никто не отчаивался в своем спасении. Ты нечестив? Вспомни о волхвах. Ты грабитель? Вспомни мытаря. Ты преступник? Вспомни блудницу. Ты убийца? Вспомни разбойника. Ты беззаконник? Вспомни Павла, хулителя, а потом апостола. Прежде гонителя, а потом евангелиста. Прежде прелюбодея, а потом устроителя браков. Прежде плевела, а потом пшеницу. Прежде волка, а потом пастыря. Прежде свинец, а потом золото. Прежде морского разбойника и губителя, а потом кормчего. Прежде разрушителя церкви, а потом охранителя церкви. Прежде разорителя виноградника, а потом сделавшегося насадителем. Прежде потрясавшего храма, а потом созидавшего. Видел ты превосходящую границу злобу? Видел восходящий добродетель? Видел безумие раба? Видел человеколюбие владыки? Не говори же мне, я хулитель, не говори мне, огонитель, преступник. Ты имеешь примеры всего. Ищи же спасение, в какой хочешь пристани. Хочешь в Новом Завете, хочешь в Ветхом. В Новом Павел, в Ветхом Давид. Не выставляй мне предлогов, немедли. Ты согрешил? Покайся. Ты согрешил без числа? Без числа, покайся. Это лекарство, и я постоянно употребляю, и не унимаю воспаление. Знаю, как смущается совесть у грешников, знаю, каково их отчаяние. Приступает дьявол, изощряя меч с такими словами. Всю юность провел ты постыдно, всю жизнь свою погубил. Сначала был блудником, потом грабил, предавался любостяжанию, нарушал клятву, богохульничал. Какая у тебя может быть надежда спасения? Ты погиб. Воспользуйся хотя настоящей жизнью. Вот слова дьявола. А вот мои против них. Ты погиб. Но ты можешь спастись. Ты вел блудную жизнь. Не можешь сделать все целомудренным. Можешь. Ты прелюбодействовал, но можешь получить спасение. Ты пал, но можешь восстать. Недостаточно твое покаяние. Но велико человеколюбие владыки. Ты убил? Покайся же. Ты был корыстолюбил? Исправься. Прелюбодействовал? Отстань. Ты был изранен? Исцелись. Пока ты еще дышишь в последний день, на самой постели, даже лежа при последнем издыхании, и оставляя поприще этой жизни, и тогда покайся. Ограниченность времени не стесняет человеколюбие Божие. Не говори мне, как и каким образом. Я весь в ранах, весь в язвах. Могу я покаяться в последний день? Можешь и вполне можешь. Молись, раздавай милость и не сделай завещание в пользу бедных. Ты уйдешь отсюда, а дело твое останется. И не прибегай к еретическим уловкам. Не говори мне, как мне спастись. Когда Бог действует, не требуй отчета. Когда Он заботится, не отчаивайся. Когда перед тобой врач, готовый приступить к делу и предлагающий тысячи лекарств, ты не говоришь, как я буду лечиться. Но полагаешься на его искусство. Ты доверяешь искусству подобного тебе, раба, и не раскаиваешься. А человеколюбию владыке не доверяешь. Не говори, как. Но удивляйся, но ужасайся, но прославляй. А между тем и я спрошу тебя, как спасся разбойник? Всю жизнь свою провел он в убийствах, в разбоях, в крови. Ворвался в дома, грабил имущество и не исправлялся. Не каялся, пока жил на земле. И вот людьми он был осужден. Богом увенчан. В своей жизни он не был властен и приобрел царство. Здесь он потерял все, а там все приобрел. И как приобрел, скажи мне? Одним словом. Что же он сказал? Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. И его слово имело такую силу. Не одно слово получило такую силу, но и человеколюбие владыки в соединении с его покаянием сделало разбойника гражданином неба. Как? Я не знаю, как. Не допрашивай меня о способе. Я ищу только спасения и не забочусь о способе выздоровления. Ты просишь врача вылечи меня от болезни и не решаешься сказать, как ты будешь лечить. А когда Бог спасает тебя, ты осмеливаешься сказать, как? Сколько прелюбодеев, развратников, мужеложников, сколько насильников наполняет темницу. Тысячи обвинений, враги ожесточены, велико прещение. Но один знак царя, и они свободны. Царь подобный мне раб. Что особенно, что он облечен порфирой. Его существо нисколько не выше моего. Он одного со мной рода дает знак, и они свободны. Обвинение уничтожается, и осужденный отпускается. Правитель не возражает, тюремный сторож не удерживает. Закону не противоречит. Достоинство царя освобождает узника. И неужели Бог, владыка, ангелов и архангелов, не может спасти одним мановением? Притом царь, если освобождает, освобождает от наказания, но не от греха. А владыка отпускает мне грехи. Он говорит, я не хочу, чтобы прелюбодей был прелюбодеем. И слово его становится делом. Он говорит, блудник да не будет блудником. И слово его изменяет характер человека и уничтожает силу греха. 653. Но чтобы тебе вполне убедиться, слушай. Он сказал, да будет небо. И явилось небо. Да будет земля, и стала земля. Бытие возникло из небытия. Хочу, чтобы были ангелы. И явились лик ангелов. Итак, слово его из небытия производят существа духовные и телесные. А грехов разрешить он не может. И что такое грех предчеловеколюбием владыки? Паутина. Пахнет ветер, и паутина распадается. Так неужели же устоит грех вопреки воле Божией? Все это говорю я не для того, чтобы сделать вас беспечными, но чтобы внушить вам вместе с верою больше надежды и упования. Никогда не отчаивайся, о человек. Только тогда можно прийти в отчаяние, когда человек отчаялся в самом деле. Подумай только, этот великий пророк, я говорю о Давиде, имея благодать духа после такой близости к Богу, после множества подвигов, после стольких побед, во всеуслышание говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Я простираюсь к морю человеколюбия владыки. Чего ты хочешь, скажи мне? Ты слышал, что говорил пророк? И Господь отнял согрешение Твое. Чего еще ты хочешь? Не этого только ищу. Я хочу возвратить Тебе свою красоту, свое прежнее достоинство. И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Видишь, чего он ищет? Как же так? Разве не очищено Твое беззаконие? Чего же ты хочешь? Более всего, омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Что же? Я ищу большего, полной чистоты и блеска. Многократно омой меня от беззакония моего. Но что ты сделал для того, чтобы достигнуть этого? Будь очень внимателен к моим словам. Будь внимателен даже с напряжением. Милость Божия неизреченна. Неизъяснима, непостижима. Она превосходит ум, побеждает разумение. Но хотя и такова милость Божия, однако, чтобы люди постоянно милуемые не сделались негодными, она имеет нужду и в нашем соучастии. Пойми, что я говорю. Бог милует, но милует не просто, а с условием. Дай и ты. Почему? Как бы так, говорит он, тяжесть грехов твоих неизмерима. Прегрешения твои многочисленны. Я хочу их облегчить. Подай же свою руку не потому, чтобы я имел нужду в твоей помощи, но потому, что я хочу, чтобы и ты что-нибудь привнес в дело своего спасения. А как? Я скажу. Например, разбойник спасся и получил разрешение такого множества грехов. Конечно, не одной этой-ка милости, но и по силе собственной веры. Что он говорит? Помяни меня, Господи, во царстве твоем. Что принес Бог для его спасения? Разрешение грехов. Что принес разбойник для своего спасения? Веру. Какую? Великую, возвышенную, достигающую небо. А что она именно такова, я сейчас покажу. Иудеи видели мертвых воскрешаемых, прокаженных, очищаемых, бесов изгоняемых, море укращаемое, землю источающую, рыбу приносящую статир, звезду, ведущую волхвов, тварь, и небесную, земную, прославляющую его как царя, и после всего этого распяли самого владыку своего и всеобщего. Разбойник не видел ничего подобного, напротив, он видел терпящего оплевания, оскорбления и насмешки, и не соблазнился этим, но признал его царем, видя, что он не просто был помилован, но и сам содействовал. И, конечно, необходимо, чтобы получающий милость чем-нибудь содействовал своему спасению. Точно так же мытарь, будучи хищным и любостяжателем, как спасся, проходил мимо Христос и говорит ему, «Иди за мною», и встав, пошел за ним. Значит, как разбойник внес свое слово, так и мытарь послужил последованием ему. «Что бывает с больными, одержимыми, неизлечимыми болезнями и нуждающимися во многих лекарствах?» Приходит врач и говорит больному, «Требуется много расхода для приготовления лекарства». А больной отвечает, «Я не могу дать столько, я нахожусь в бедности». Тогда врач говорит ему, «Дай мне то-то и то-то, а остальное я принесу сам». Так делает и Бог. «Дай мне свое исповедание своих грехов, слезы и покаяния, а остальное я дарую тебе от своего человеколюбия». Итак, Давид просит о том, чтобы Господь смыл его грехи. Что же сказал Давид? И чем он послужил своему спасению? «Помилуй меня, и многократно мой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня». Уже говорит, что из пророка Нафана, «Ты даровал мне прощение греха моего и различными несчастьями, как бы огнем и мечом наказал меня, но я еще нуждаюсь в очищении, заразившись сильным зловонием греха. Еще раз омой меня, владыка, чтобы очистить всю грязь греха моего». Итак, что сделал Давид, и чем заслужил он свое спасение? Он совершил убийство и прелюбодеяние, принес слезы и исповедание. И говорит, «Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Здесь совершается обмен. Дает и Бог, дает и получающий спасение. Бог дал милость, а получающий спасение дал исповедание греха. Что ты даешь, Давид, чтобы спастись, чтобы составить лекарство? «Ибо беззаконие мои я осознаю». Так это даешь ты? А разве есть люди, не знающие своих грехов? Конечно. Сколько грешников, не чувствующих никакого смущения. Многие грабят и не знают, что они грабят. Многие преданы любостяжанию и не замечают своей страсти. Многие снимают со вдовы последнюю одежду и принимаются за других. Многие притесняют сирот и не печалятся, не плачутся, не исповедуют своих грехов. Как же могут они спастись, не зная даже, что они грешат? Видел ты, как пророк громко взывает? «Ибо беззаконие мои я осознаю». И после дарованного тобою прощения я не забыл о своем грехе, но постоянно у меня пред глазами образы моих зол и содеянные беззаконие. Ночью вижу я их во сне, а днем они мне грезутся наяву. «Ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». О, благородство души! Он не предал забвению память о грехе, но уже прощенный ему грех описывает, как на картине в своей совести видел он каждый день соучастницу своего прелюбодеяния. Каждый день видел совершенную им мерзость. «Грех мой всегда предо мною». Я вижу его, ты же не замечай его. И я описываю, а ты изгладь его. Смотри, что происходит. Если ты помнишь о своем грехе, Бог его не помнит. Если же ты забудешь, Бог его вспомнит, потому что «я есть», говорит он через пророков, «изглаждающий грехи твои, и не вспомяну». Но ты помни, Исайя 43, 25. Для чего мне нужно помнить? Для того, чтобы быть благоразумным, чтобы знать, что я тебе простил. Если постоянно будешь помнить тяжесть греха, то всегда будешь помнить и значение оказанного тебе благодеяния. «Я просил», говорит он, «тебе, но не забывай этой милости. Я не могу помнить твоего греха, но ты помни». Таковы были святые мужи. О своих подвигах они забывали, а о грехах помнили. Не то, что современные нам люди, эти в грехах забывают, а если сделать, что хорошее, провозглашают о нем во всеуслышание. Ты сделал доброе? Забудь о нем, чтобы Господь напомнил тебе о нем. Ты сделал злое? Помни о нем, чтобы Господь твой забыл о нем. Предоставь дело владыке. Разве представишь ты свои подвиги такими, какими представить их владыка? Если ты скажешь, ты их уменьшишь. Если владыка твой скажет, он их возвысит. Например, ты даешь нищему. Если тебе приходится сказать об этом, как ты отвечаешь на вопрос? Я увидел голодного нищего и накормил его. А он как говорит? Не так он скажет об этом. Но как? Ты видел меня алчищем и напитал. Предоставь же ему могущему сказать сильнее. Предоставь говорить о них тому, кто говорит и возвеличивает. А ты, говоря о своих грехах, чтобы он изгладил их, говори. Но ты стыдишься сказать, потому что ты согрешил. Говори их каждый день в твоей молитве. Что же, разве я не говорил? Скажи сарабу твоему, укоряющему тебя, скажи Богу, исцеляющему твои грехи. Не потому, конечно, что если не скажешь, не будет знать их Бог. Разве Он хочет узнать о них от тебя? Когда ты делал их, Он присутствовал. Когда ты совершал их, Он был свидетелем. Наблюдал. Ты делал грехи и не стыдился. Дел позорящих тебя, ты не постыдился. А слов оправдывающих тебя, ты стыдишься. Скажи здесь, чтобы не пришлось сказать там. Скажи, и восплачь. Твои грехи записаны в книге. Твои слезы могут послужить для них губкой. Плачь, и они сотрутся. Плачь, и книга окажется на небе чистою. Сокрушение о грехах. Великая губка. Великая сила слез. Я объясню тебе, какую силу имеют слезы. Что считаешь ты великим подвигом? Но будь очень внимательен к тому, что я говорю. Что же считаешь ты великим подвигом? Ты скажешь, мученичество. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Величайший подвиг мученичества, потому что мученики проливают свою кровь. Значит, дела мучеников очевидны. Мученики проливают кровь, а грешники проливают слезы. И пойми, как велика сила слез. Разве блудница проливала кровь? Не источник ли слез она пролила? И ими омыла свои прегрешения. И что я говорю о блуднице, нечистой женщине? Столб церкви, основание веры, глава собора апостолов, Петр. Не отрекся ли Христа и раз, и два, и три? И разве кровь проливал он после того? Не источник или слез он проливал? И не горьким ли плачем очистил он свои грехи? Беззаконие свои я сознаю. Не имеешь ли ты дома книги, не записываешь ли в ней ежедневные размышления? Имея книгу в своей совести, записывая в ней ежедневные грехи. Например, так, когда ты ложишься в свою постель, тебя никто больше не развлекает, то прежде чем предаться сну, возьми эту книгу и подумай о своих грехах, рассуждая сам с собой. Не согрешил ли я сегодня, словом ли или делом? 656. Это именно советует пророк. Гневаясь, не согрешайся. Солнце да не зайдет в сердцах ваших. Ты не имеешь досуга днем, и страх перед начальниками, и беседы с друзьями, попечения о делах и пропитания других детей, и услуги жене, и хлопоты о столе, и тысячи разных дел развлекают тебя. Когда же ты приходишь на ложе, в эту недоступную волном пристань, где никто тебя не беспокоит, скажи в сердце твоем и душе твоей, скорота ли мой сегодняшний день? О, душа! Что же хорошего мы сделали, и что худого? Пусть страх побудит тебя к добру и удержит от зла. Лежа в постели, вспомнив о своих грехах, плачь. И в постели ты можешь загладить их. Помолись Богу, и тогда предавайся сну, засвидетельствовав о своих грехах. Тяжело, неприятно, лежа в постели, размышлять ежедневно о грехах. И когда ты обдумываешь их, воздержи свой рассудок. Очисти его, наведи на него страх, разними его сечением, не имеющим боли. Произведи над собой страшный суд, облегчи твой рассудок, чтобы и на следующий день не спешил ты к деланию грехов. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Тебе единому согрешил, и лукавое пред тобой сотворил. Что говоришь ты? Я был царем только одного тебя, я боялся. Я был царем и не боялся обиженного мною. Он был мой воин и не мог наказать меня. Но я о тебе забочусь, чтобы ты не потребовал от меня отчета. Тебе единому согрешил, и лукавое пред тобой сделал. Многих и великих даров я от тебя удостоился, и противным тебе делом отплатил тебе за дары. Дерзнул совершить запрещенное законом. Не то это значит, что он не причинил зла Урии. Конечно, он погубил и Урию, и его жену. Но величайшее преступление было совершено против самого Бога, избравшего и сделавшего его царем. Кстати, прибавил он и лукавое пред тобою сделал. Действительно, об этом свидетельствует история. И было это дело зло в очах Господа. Второе царство 11.27. Если же относить это к плененному народу, тогда нужно понимать, как эти слова тебе единому согрешил. За твои дары я оказался неблагодарным тебе, и данный тобой закон и приступил, удостоившись многих благ. И я оказываюсь неблагодарным за них. Не причинив никакого зла вавилонянам, я потерпел от них великие бедствия. Чтобы оправдаться в словах твоих, ибо ты оправдаешься, и победишь в суде твоем. Самому себе, говорит, приготовил я бедствие, а твоя правда и без того сияет. Во время суда, когда будет представлено полученное мною от тебя, и ему противопоставлено будет содеянное мною против тебя, ты явишься справедливым и человеколюбивым, а я окажусь преступным и неблагодарным. Конечное выражение «как» не служит здесь для обозначения причины. Не для того, разумеется, грешил как сам Давид, так и народ еврейский, чтобы Бог был оправдан. Правда Божия обнаруживается и без этих грехов. На ней основан весь промысел Божий и о Давиде, и о народе еврейском. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Что значит эти слова? Я согрешил пред тобою, «Если будет суд, ты победишь. Если будет кто-нибудь судить, ты победишь». Как это? Он видел, что Бог постоянно желает судиться с людьми. «Слушайте горы, и вы твердые основы, ибо суд у Господа с народом его». Михея 6.2 И далее. «Люди мои, что сделал я тебе? Или чем отягощал вас? Отвечайте мне». Отвечайте мне. 6.3 А в другом месте. «Слушайте небеса и внимай земля». Ибо Господь говорит, «Я родил сынов и возвысил». Они возмутились против меня. Повсюду видел он, что Господь судится с людьми и говорит ему, «Победа на твоей стороне, потому что ты правен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Меня, земледельца, ты сделал царем, царя пророком. Я низложил Голиафа не телесной силой, но силой веры. Я облачился в парфиру. Ты отверг другого и возвел меня. Ты дал мне столь великое богатство. Ты оправдаешься в суде твоем и победишь. Ты скажешь мои грехи, а я не скажу. То этим я и заставлю осудить тебя. Поэтому я нуждаюсь в милости. Вот я в беззаконии зачатого грехе родила меня мать моя. И издавна, говорит он, с самого начала владел грех моей природой. Уже зачатие Евы предшествовало преступлению заповеди. Именно после падения и изгнания из рая познала даму Еву жену свою. Она зачала и родила Каина. Итак, пророк хочет сказать, что грех, овладевший нашими прародителями, как бы проложил себе дорогу и путь по нисходящим поколениям. Все это научает нас, что действие греха не физическое. Тогда, конечно, мы были бы свободны от наказания, но что природа заражена склонностью к падению под влиянием страстей. Однако может побеждать ум при содействии труда. Пророк не обвиняет здесь брака, как некоторые безумно предположили, поняв в этом смысле слова в беззаконии зачат, но указывает на совершенное прародителями первоначальное грехопадение и говорит, что и тот источник произошел из этого же начала. Если бы они, говорит, не согрешили, то не получили бы возмездие смерти, но будучи смертными, они были бы выше тления. Свобода от тления, во всяком случае, соединялась бы со свободой от страстей, а без пристрастия не было бы места греху. Так как они согрешили, то были преданы тлению, сделавшись тленными, породили подобных себе детей, а вместе с подобием этим последним достались в удел. Страсть, страх и похоть. Против них-то воюет разум, и победивши он торжествует, а потерпев поражение, подвергается позору. Ты судишь, говорит, так и одних наказываешь, а других увенчиваешь, потому что любишь истину, а любя истину и ведая немощь нашей природы, будь снисходителен к требующим лекарствам. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость, оставляет речь о царстве и говорит о пророчестве. Такую честь оказал ты мне, что открыл и сделал известным мне своего сына. Я узнал, что ты имеешь сына, имеешь сопрестольника, узнал, что он хочет сделаться человеком. Мы благовестили вселенной Евангелия, крест, гроб, воскресенье, вошествие на небеса. Я сказал о пришествии его на землю, сказал об его восхождении, сказал о сидении его одесную отца, сказал о призвании церкви, о спасении язычников, об отвержении иудеев, об избрании апостолов. И все это потому, что внутрь меня ты явил мне мудрость твою. Ты так почтил меня, так возлюбил, что открыл мне величайшую из тайн своего сына. Откуда это видно? Послушай самого пророка, как описывает он его снисхождение. Сойдет, как дождь на руно. Солом 71.6. Что это значит? Это значит, что сын Божий, явившись на землю, пришел не с потрясением вселенной, не среди блеска молнии и грохота громов, наконец, без обнаружения своей божественности. Этого не вынесли бы горы земные, потому что он презирает на землю, и она трясется, и горы прикасаются к ним и дымятся. Если бы он обнаружил свое действительное бытие, тогда бы солнце погасло, луна померкла, море иссохло, земля погибла, наша природа обратилась бы в ничто. Поэтому он облегся в плоть, пришел тихо и без шума, так что никто не знал, даже сам дьявол. Пришел тайно и вселился в девическую утробу. О, чудные и неслыханные дела! Камень расседается, а утроба не расседается. Горы разрушаются, а утроба носит Бога. Как объяснить, как понять? О, безумие еретиков! Как раба носила владыку и следующее небесное рождение сына? Объясни, земное! Как вездесущий был в утробе и в то же время не был заключен в ней, потому что и в утробе он был и на престоле восседал. Как это могло быть? Я не знаю. Принимаю верою и недопытываюсь умом. И так, как он хочет прийти на землю тихо, никого не устрашая и не смущая, то и сказано, сойдет, как дождь на руно. Не сказал б самопевец на землю, но на руно. Действительно, падая на землю, дождь производит шум. Падая же на шерсть и руно, шума не производит, потому что мягкость шерсти заглушает силу падения дождя. 659. И чтобы ты знал, что он пришел тихо, не смущая, не тревожа никого, не губя и не поражая, сказано, сойдет, как дождь на руно. Ты сказал, а снисхождение его, совершившемуся без шума, скажи и о предании его. Идущий мой хлеб поднял на меня питу мою свою. Скажи о зависти иудеев, ибо возненавидели меня напрасно. Скажи и о суде над ним, что метутся язычники народа замышляют тщетно. Восстали циры, цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Скажи и о кресте его, пронзили руки мои и ноги мои, так, что можно перечесть все кости мои. Скажи и о пище и питье его, и дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Скажи и об отвержении иудеев, не приму от дома твоего тельца, ни от сад твоих козлов. Скажи и о призвании язычников. Все народы, восплещите руками, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь выш не страшен, царь великий над всей землею. Скажи и о злословии против него иудеев. Уповал на Господа, да избавит его, да спасет его, как хочет. Скажи и о гробе его, положили меня в ров преисподний. Скажи и о воскресении его, ибо не оставишь души моей в ааде, и не дашь святому твоему увидеть пление. Скажи и о вознесении. Зашел Бог при воскресании, Господь пригласит трубным. Скажи и о сидении его, сказал Господь Господу моему, сидя деснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих. Скажи и о славе его церкви. Предстала царица, одеснуя тебя, в ризах позвлащенных. Скажи и о лике девственниц, приведутся девы во след ее. Скажи и об избрании апостолов, вместо отцов твоих будут сыновья твои. Скажи и о крещении. Водом тихим водит меня. О таинствах. Уготовил предо мною трапезу. Скажи и о помазании. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Скажи о ходатайстве за язычников. Просил меня, и дам тебе народы за стояние, и все концы земли во владение. Вот что значит. Явил мне мудрость внутрь меня. Конечно, я считаю себя совершенно недостойным прощения, оказавшись неблагодарным после стольких даров. Ведь ты не только посадил меня на царский престол, но и открыл мне то, что будет долгое время спустя, и неизвестное другим сделал мне известным. Чтобы и других я научил, а во человечине единородного твоего сына, и о его спасительной страсти, и воскресении. Всему этому, наученный твоим святым духом, я умоляю, чтобы мне сподобиться той благодати, какую я предвещаю другим. Поэтому я взываю, окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Только посредством дара крещения могло совершиться такое очищение. Этим он хочет сказать, я сам нуждаюсь в той благодати, которая будет дарована всем людям. Только она может вполне очистить меня и дать мне белизну снега. А что сам по себе, Иссоп вовсе не доставлял прощения грехов. В этом легко можно убедиться из Моисеевых писаний. Значит, здесь он, разумеется, в другом смысле. Действительно, посредством Иссопа, окропив кровью агнца косяки дверей, евреи в Египте избегли рук из стегубителей. А это было образом спасительных страданий. И здесь кровь, и спасительное древо, и спасение, уготованное всем приходящим с верою. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Этим, говорит, весельем наполнишь мои уши, обещая совершенное очищение, чтобы радость проникла во все члены тела, и сокрушенные ныне озлоблением кости просвели опять и возвратили себе прежнюю силу. Смотри, говорит, не на содеянные мною беззакония, но на меня самого оплакивающего их и очисти беззаконие мое. Чего ты хочешь, пророк? Твой грех разрешен, твое наказание уничтожено. Я не довольствуюсь этим, я имею владыку человека любивого, который дает больше, чем я прошу. Чего же ты хочешь? Я был пророком, пророком хочу быть опять. Я ищу прежние близости к Богу, духовного дара этой великой благодати. Эта благодать отступила от меня, как голубица, увидевши нечистоту. Я желаю возвратить ее к себе, как пчелу. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Скажи прямо, чего ты хочешь? Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, так как меня постигла старость и греха, то обнови теперь меня своим человеколюбием. Это он обещал через пророка Иезекииле и находившимся в авилонском пленении. Дам им, говорит сердце, новый дух, новый дам им. Иезекииле 11,19. Не святого духа, разумеет он здесь, на силу разума, то есть воспитав вас в течение столь продолжительного времени и научив вас, какие плоды производят грех, я приготовлю вас к усвоению добродетели. Об этом и здесь просил блаженный Давид, именно, чтобы поврежденное сердце его было обновлено, и чтобы укреплен был его разум, чтобы он мог держаться правого пути. Дух прав обнови внутри меня. 661. Какое благородство души, какая привязанность к Богу. Я ищу такой дружбы, такого общения, чтобы ты опять говорил со мною, и я говорил бы с тобой. Что из того, что я освобожден от наказания? Для меня наказание не беседовать с тобою. Я люблю тебя до безумия. Я не могу видеть твоего существа, потому что оно невидимо, но по любви к тебе я смотрю на твои дела и радуюсь. Я не видел тебя, но увидел небо и обрадовался. Сказал, небеса проповедуют славу Божию. Увидел землю и сказал, Господня земля и все, что наполняет ее. Увидел море и с радостью сказал, сие море великое и пространное. Солом 103, 25. Увидел день и ночь, его запил к тебе. Твой есть день и твоя есть ночь. Ты совершил зарю и солнце. Увидел горы и с удивлением сказал, горы высоки оленям. И как друг, хотя бы он не видел того, к кому чувствует привязанность, но увидел только его одежду или обувь, уже радуется и ликует, и как бы получает некоторое удовлетворение своей привязанности. Так и я хожу около твоих созданий, объятый тоской до неистовства, постоянно взывая к тебе. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь в лице Божие. Ты царь, ты носишь венец, чего хочешь, не нужно мне этого. Я ищу прежней красоты, я желаю пророческого дара, я презираю эту власть, пренебрегаю нечистоту, это листья, ночь, сновидение и сено, я ищу моей красоты, когда она возвратится, я не могу выносить медленности, после того, как утратил эту близость к Богу, уничтоженную грехом. Сердце чисто созижди во мне, Боже, я ищу не только чистоты сердца, но и того, кто обитает в нем. И дух правый обновил внутри меня. хорошо не В последнюю я лишился веселья. Рабство греху разрушило эту близость. Поэтому я и прошу возвратить мне прежнюю власть над умом. Восстановить господство над страстями. Здесь опять духом владычным назвал самодержавный разум. На что дашь мне ты, Давид, если получишь духа? Научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся. Если я сохраню духа, я возвещу вселенной. Все народы, воспрещите руками, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Вышний страшен, царь великий по всей земле. Если я буду иметь духа, я скажу, господствуй среди врагов твоих. Если я буду иметь духа, то скажу, не даст человек Богу выкупа за душу свою. И еще скажу, не жесточайте сердец ваших, как во дню ропота. И еще, без всякой беззаконии заградит уста. Если дух будет со мной, я буду говорить, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Я возвещаю о благодеяниях твоих, оказанных мне, и скажу, придите, услышьте, и поведаю вам, все боящиеся Бога, что сотворил он душе моей. Научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся. Где иудеи? Вы не приносите мне в жертву овнов и тельцов? Но ты и не хочешь их. Жертвы и приношения не восхотел. Ты сказал, не приму от дома твоего тельцов, не от сад твоих козлов. Принеси в жертву Богу, жертву хвалы. Ты не хочешь тех жертв, вместе с сыном твоим ты ожидаешь исправления заблуждения и последования истины. Вот какой жертвой ты хочешь. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. И язык мой восхвалит правду твою. В его памяти постоянно было убийство Урии. Это самое в начале псалма он выразил словами, грех мой всегда предо мною. Возрадуется язык мой правде твоей. Получив прощение, я не буду молчать, но буду постоянно воспевать тебя и возвещать о твоих ко мне милостях. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Грех связал язык его, заградил уста. Теперь пророк просит прощением грехов возвратить ему прежнюю смелость и подвигнуть язык его к словословию. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, все сожжения не благоволишь. Это совпадает со сказанным в предыдущем псалме. Там мы слышали, как Господь говорит, не приму от дома твоего тельцов. И так слыша этот божественный голос, он говорит согласно с ним. Ибо жертвы ты не восхотел, я дал бы ее. И дальнейшее ты, говорит, сказал, что тебе неприятны жертвоприношения бессловесных. Поэтому я принесу тебе угодную тебе жертву. И так, так как я не хочу тех жертв, что приносишь ты мне, я имею другую жертву, которой ты благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Смиренные мысли, говорит, приятная и угодная тебе, Богу нашему, жертва. И так как ты сильно смутил мое сердце и насколько можно сокрушил его, я принесу угодную тебе жертву. Я принесу тебе в жертву смирение, только разреши мой грех. Дай мне Духа Святого. 663. Эта жертва, я говорю о смирении, не только теперь гораздо выше иудейской. То же было и тогда. Три отрока в Вавилоне, поправшие в пламень печи, юные и старцы, в малом числе оказавшиеся сильнее многих, пленники, одолевшие царя, потерявшие отечество, но сохранившие веру, обнаженные и одетые, нищие и богатые рабы, возвысившиеся над свободными, превратившие пламень в росу, приложившие стихии и погасившие силу огня, связанные мучителем и разрешенные огнем. Эти отроки воспевали и говорили, согрешили мы, беззаконно были, отступили от тебя, прегрешили. И нет князя, и нет пророка, нет воздя, и нет места, где приносить бы жертву тебе и обрести милость, но душою сокрушенную и духом смиренным, да будем приняты. Даниила 3.29. «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А благодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены и Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и сожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Эти слова ясно показывают нам, что псалом имеет пророческое значение. В уста обреченных на жизнь Вавилоне и жаждавших освободиться из рабства благаются эти слова, а не умоляют о сострадании городу, о восстановлении укреплений, о совершении определенного законом служения. Теперь, говорят, живя в чужой стране, мы не можем приносить законных жертв, так как закон повелевает только в том городе приносить тебе жертвы. Но как только исполнится наша просьба, и мы восстановим храм, мы тотчас принесем тебе законные жертвы. Еще и другое пророчество заключает в себе конец этого псалма. Упомянув выше о дарах Святого Духа, и потом ниже указав, что Богу не угодны законные жертвы, он просит теперь о явлении нового Сиона, об устроении на земле небесного Иерусалима, о введении нового строя жизни, при котором не будут приноситься в жертву бессловесные, но будет возношение и жертва правды. Будьте внимательны здесь. Я всех вас хочу сделать учителями, всех иноками, не в том смысле, чтобы не иметь жен, но чтобы обнаружить богобоязненность, благочестивыми, сильными, потушить огонь. Итак, какой вопрос нас занимает? Мы видели, что он молился, исповедовал свой грех, призвал Бога, просил, умолял, проливал слезы, просил чистого сердца, принес веру. Спрашивается, получил ли он то, чего просил? Большое удовольствие доставляет мне это беспокойство. Не так радуются кормщие при виде волн, вздымающихся за ним и подгоняющих вперед судно, при попутном ветре, как я радуюсь и ликую при виде этого моря. Здесь я вижу не только бушующие волны, но и многолюдство, и движение в толпе. Вижу беспокойных и задыхающихся, но не удаляющихся. Вижу, что вы подвергаетесь насилию, но не уходите. Терпите тесноту, но сохраняйте твердость души. А обнаруживаемая вами страсть к слову, возбуждает мое усердие. Итак, вот в чем вопрос. Он молился, просил, призывал, умолял, наложил на себя наказание, был освобожден от возмездия. Спрашивается, возвратил ли он себе прежнее достоинство? Получил ли благодать Святого Духа? Получил ли, как просил, чистое сердце и правый Дух? Оказалось ли покаяние настолько сильное, чтобы восстановить его в прежнем благородстве? Обратите же свое внимание. Этот псалом считается 50-м. Каким? 50-м? Этот самый псалом о грехе, о покаянии, о прошении. После него уже он написал 60-й, 70-й, 80-й, 90-й, 100-й. Но кто-нибудь скажет, что же из-за этого, что он написал псалмы? Он написал их не Духом Святым, потому что не получил Духа Святого. В их написании он руководим, был простым человеческим разумом, без участия Духа Святого. Ведь действительно, грех ему был прощен, а Дух Святой дарован не был. Сам он, конечно, просил, но мы нигде не находим ответа, гласящего, что я дал тебе. Смотри же, прошу тебя. Он написал 50-й, 60-й, 70-й, 80-й, 90-й и 100-й псалмы. Пишет еще псалом после сотого. И после многих других, в которых, говорит, и сказал Господь Господу моему, сидя, деснуй меня, доколе положу врагов твоих в подожие ног твоих. Этот-то псалом, написанный после греха, оказывается внушенным от Святого Духа. Откуда это видно? Это показал Христос. После того, как Он совершил все, укротил море, очистил прокаженных, изгнал бесов, обуздал злобу, исцелил расслабленного, после того, как голос с неба свидетельствовал, «Сея есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Итак, после того, как Господь свидетельствовал о нем, дела его вопияли, Дух Святый сошел на него в виде голубя, и Иоанн свидетельствовал о нем, говоря, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». После всего этого, наконец, уже готовят зайти на крест, спросил иудеев Господь и говорит им, «Что вы думаете о Христе? Я не спросил вас вначале, не призвал тогда в свидетеля, потому что еще не дал вам доказательства своей божественности. Но теперь, когда и стихии все показали мое божество, когда Отец засвидетельствовал его, когда мое согласие с ним и мое учение всех привели к этому, когда и тени противоречия у нас не остается, что теперь вы думаете о Христе, чей Он есть Сын?» Говорят эти неблагодарные и бесстынные люди. Давыдов, отрицая его божество и не желая сказать, что он Сын Божий, что же он? А как же Давыд? Духом Святым, Господом, называет его, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сидя, деснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножинок твоих». Если же имел Давид Духа, разрешен был его грех. Если же разрешен был грех, то и прощение его было исполнено. В самом деле, Давид говорит, «Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и Дух право обновил внутри меня. Прошение его исполнено. Видишь, что он опять возвратил себе прежнее достоинство, опять сделался пророком, опять говорит о Христе, опять принял свое дерзновение, и грех нисколько не повредил ему. Видишь, какова сила покаяния? Что я говорю? Не только живой, но и мертвый имел он силу. Пришли некогда варвары и обложили город. И веки, будучи праведен, обратился к Богу и умолял его, «Помилуй меня и пощади город сей». Приходит к нему пророк Исаия и говорит, чтобы не подумал он, что за его праведность он услышан. И хотя Давид был уже мертвым и тысячу лет в аду, что говорит «Защищу тебя и город сей ради меня и ради Давида раба моего». Давид уже умер, а дерзновение его оставалось живо, и умерший предстательствовал за живого. Вот праведник и после смерти сражающийся. На этом я окончу свое слово, дам, мне кажется, достаточный ответ на вопрос о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.